Где может быть Франциско? Наверное, смотрит телевизор в кабинете. Детские вечеринки не представляют интереса для взрослых. Только не для него. Он обожает смотреть, как Габи играет со своими друзьями. Знаю. Он говорил, что хочет выйти за сигарами. За сигарами? Да, да. Что-то его долго нет. Мы с Асунто и Манолой обижали весь дом. Синьора нигде нет. И его машины тоже. В чем дело, мама? Все в порядке, дорогая. Ступайте в сад, поиграйте. А когда папа вернется, мы разрежем торт. Но! Идем, Габи. Отличная идея. Ну-ка, дети, кто первый, побежали в сад. Эстебан, скажи мне правду. Кольцо было для Габи? Ведь мы уже все выяснили. Не знаю. Я тебе не верю. Успокойся, Иоланта. Ты всегда доверяла Франциско. Странно. Если он купил Габи кольцо, то зачем подарил ей деньги? Он же сказал, что хотел ей что-нибудь вручить. Не знаю, не знаю. Франциско странно себя ведет. Уходит чаще обычного, а стоит спросить, где он был, как тут же взрывается. Эстебан, если ты знаешь правду, скажи мне. Прошу тебя. Я не хочу, чтобы меня обманывали. У Франциско есть другая женщина. Ты такая красивая. Ты не представляешь, как я счастлив, когда ты рядом. Можно я тебя поцелую? Ты сводишь меня с ума. Такого со мной еще не было. Ты нужна мне. Давай, пойдем куда-нибудь, где мы можем побыть наедине. Куда? Не знаю. Не надо смеяться. Не смейся надо мной. Я так растерян. Господи, как поздно. Нет, нет. Не уходи. Забудь обо всем. Ты со мной. Мы вместе. Да. Рядом с тобой все теряет смысл. Есть только ты. Дорогая, в чем дело? О чем ты думаешь? Сегодня день рождения Габи. Надеюсь, она отлично его проведет. Эми. Эми, скажи. Что это за люди? Наверное, выскочки. Нет. Йоланда, милая женщина. Интеллигентная. Степенная. Она ведет себя, как настоящая дама. Не знаю, как тебе объяснить. Она как... Как королева. Королева и хозяйка дома и мира, который ее окружает. Вот так. Боже. Ты возносишь ее чуть не до небес. Просто... В ней есть что-то особенное. Какая-то необыкновенная гармония. Возможно, это... Из-за ее манеры одеваться. Она основательно ко всему готовится. От нее исходит спокойствие. Позор, что у подобной женщины такой испорченный сын. Эмми. Эмми, я никогда не видела тебя такой печальной и удрученной. Все будет хорошо. Все наладится, Хенероса. Просто мне надо забыть об Алехандро. И обо всех Агирре. Даже о Габи. Хотя я успела полюбить эту девочку. Наверное, что-то случилось, Франциско. Надо скорее позвонить в полицию. Тетя, тетя, успокойся. Если бы что-то случилось, мы бы уже знали. Возьми себя в руки, Ланда, успокойся. С Франциско ничего не случилось. Отсутствие новостей не всегда плохо. Сегодня день рождения Габи. Он никогда не пропускал его. Тише, тетя, сюда идет Габи. Мама, мы будем резать торт. Мои друзья уже уходят. Да, разрежем через пару минут, когда придет папа. Йоланда, думаю, надо разрезать торт и дело с концом. Да, пожалуйста. Хорошо. Зови своих друзей. Ребята! Выпей чай, тебе станет легче. Мне уже ничего не может помочь. Россио, что ты теперь будешь делать? Ничего. Буду страдать. Поделись с мамой. Нина! Видела бы ты свое лицо, когда узнала о моих чувствах Лала. Ты смотрела, как будто я обрекла себя гореть в аду. Но пламя сжигает меня изнутри, когда он смотрит на меня. Ты права, мама тебя не поймет. Лала всегда был для нее, как родной сын. Она будет в шоке. Рядом с ним я с трудом сдерживаюсь, Нина. Знаешь, иногда, когда я занимаюсь с ним, мне хочется поцеловать его. Но не в лоб, а в губы. Россио, не вздумай! Однажды ночью я зашла к нему в комнату, когда он спал. Без одеяла. Но он спит в трусах, как Мигеллон. Да. У него сильное тело, но очень изящное. Он похож на изваяние. Я стояла и смотрела на него. А его улыбка, Нина. Правда, у него очаровательная улыбка. А взгляд, какие глаза. В них вся его душа. И такая нежность, ведь он очень нежный. В нем такая нежность, какая бывает только у детей. Лала и есть ребенок. Мне нравится слушать, что ты говоришь, ведь это правда. Лала действительно лучше всех. Да, Нина. Но он сводит меня с ума всякий раз, когда прикасается ко мне. Я люблю его, Нина. Люблю. Я хочу принадлежать ему. Только ему. Хочу. Ах, Россио, мне тебя так жаль, ведь Лала не догадывается о твоих чувствах. Ему нравится Мария Эмилия. И сейчас он с ней. Знаю. Я завишу от того, что происходит между Марией Эмилией и Элехандро Агирре. Нина. Знаешь, как ужасно, когда твои надежды и чувства зависят от кого-то другого. Похоже, не нравятся друг другу. Да. И теперь, когда она свободна, мне не на что надеяться. Ладно, Россио. Давай спать. Не расстраивайся из-за меня. Иди спать. Нет, давай лучше поболтаем, чтобы тебе не было одиноко. Спасибо. Я слышу шаги. Наверное, Лала. Нет, это не он. Я знаю, как он ходит. Каблуки стучат. Наверное, Моника. Моника, ты припозднилась? Да, очень долго ждала автобус. А я хотела еще поработать, но свалилась. Будешь апельсиновый сок? Нет, нет, спасибо. А где Гучо? Не знаю. Шляется где-нибудь. Не волнуйся, скоро объявится. Ложись спать. Ладно, пока. Приятных снов, сестричка. Он остался со мной. Она его ждала, а Франциска остался со мной. Я заставила его остаться. Было бы здорово, если бы они поссорились. Как было бы хорошо. Не поздновато ли возвращаешься? Для меня нормально, я мужчина. Ты, между прочим, тоже только пришла. Соседи, наверное, устали судачить тебе. Как грубо. Я видел, как ты подкатила на шикарной машине вместе со старикашкой. Заткнись. Я даже записал ее номер. Вот он. И что ты собираешься делать с этой бумажкой? Выясню, с кем ты встречаешься. Меня это не волнует. И если нечем заняться, выясняй. Где ты был? И что тыnąешься? Спасибо.